Это заместитель председателя Совета Безопасности РФ и лидер Единой России. Он же экс-премьер и экс-президент России Дмитрий Медведев. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Его называют по праву одними из самых богатых людей страны и одними из самых коррумпированных чиновников. Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной. Но в интернете за глаза его уже привыкли называть не по фамилии и даже не по имени-отчеству. Для всех он уже давно просто Димон. Он вам не Димон. Как живет главный Димон страны? Откуда у него взялись дворцы, резиденции, дворовые усадьбы, яхты, виноградники в России и за рубежом? А также, как он пришел к власти и на все это заработал? И, наконец, как завел дружбу с Путиным? И как относится к Украине? В 90-х Медведев вошел в команду председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака и стал его советником. И уже за год стал экспертом Комитета по внешним связям Петербурга, председателем которого являлся Владимир Путин. И с того времени он держался рядом с ним. Люди, которые были связаны с Путиным еще до того, как он получил статус президента. И он таких людей очень ценит. Даже если они показывают не очень высокую эффективность, как тот же Медведев. После ухода Бориса Ельцина с поста президента Медведев возглавлял предвыборный штаб Путина и шел с ним на говногу. В 2008 году Путин благословил Медведева и уступил ему свое кресло. А уже за три года по указке Путина они снова поменялись местами. И Медведев ушел на премьерскую должность. А с 2020 года он стал зампредом Совбеза РФ. Это очередной элемент путинской системы, встроенной на основе личных связей, контактов и персональной лояльности. Буквально за полгода до начала широкомасштабной войны в Украине Медведев раскритиковал украинскую власть и написал агрессивную статью против Украины. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет, а нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Зампред Совбеза РФ тогда с презрением назвал украинскую власть вассалами. Со слов Медведева выплывает, что с украинской властью не стоит иметь дело. Но есть одна проблема. Медведев не может иметь дело с украинской властью, потому что он на таком уровне, что может заниматься внутренней политикой максимум. Все, кто знает, кто на самом деле есть Медведев, понимают, что он уже давно выпал из актуальной политической повестки дня. Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным, что сомнительно. А это уже за пару дней до начала широкомасштабной войны в Украине. Медведев рапортует перед Путинами компанией с заранее прописанным сценарием и произносит специально подготовленные под него речи. Так поступать с Российской Федерацией нельзя. В тот день Путин и компания давали добро и признавали псевдореспублики, так называемые ДНР и ЛНР. А сейчас мы знаем, что будет происходить. Все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным. Медведев сравнил признание Ордло с Южной Осетией и Абхазией. В 2008 году, когда Медведев был президентом России, Россия признала такую же псевдонезависимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Туда тоже вошли спасатели, так же, как и в так называемые псевдореспублики ЛНР и ДНР. Медведев вспомнил, что тогда Запад уже через год якобы устал от санкций против РФ. Скажем прямо, Россия для мирового сообщества, для наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, значит на порядок больше, чем Украина. И это понимают все, в том числе и украинцы. На днях украинские журналисты зафиксировали частный самолет, которым пользуется семья Дмитрия Медведева. Вот он. Стоимость такого самолета около 60 миллионов долларов. Журналисты зафиксировали, как самолет возвращался из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Ранее команда Алексея Навального опубликовала информацию о том, что этот самолет принадлежит жене Медведева Светлане. На что еще успел подзаработать Димон? И какие бонусы получил за свою преданность Путину? Вы не поверите, но еще Медведеву принадлежит целый остров. Да-да, вам не послышалось. Целый остров с комплексом зданий нашла еще в 2017 году команда Алексея Навального. Остров, как оказалось, был подарен Медведеву еще во времена его премьерства в качестве взятки миллиардером Алишером Усмановым. В доме все делали под рост Медведева. Выбирала все и утверждала все Светлана Медведева. Это Астраханская область в России. Камызяхский район, южная часть региона. Дельта Волги – лучшее место для рыбалки в России, а возможно и в мире. Теперь тут скрытая от посторонних глаз рыболовная вип-база. Площадь участка 27 гектаров. Справа на острове технические сооружения, а слева место для рыбацкого отдыха Дмитрия Медведева. Здесь можно увидеть и баню, и спа-комплекс с бассейном. Площадью 2128 квадратных метров. Главный дом. Небольшой домик на воде и летняя кухня на 100 квадратов. А еще вертолетная площадка. За ней целых 8 гостевых домов, каждый из которых площадью 225 квадратов. На территории есть ресторанный комплекс на 1000 квадратов, блок для обслуживания, а еще банный комплекс. Стоимость комплекса 63 миллиона долларов. Ровно столько указала кипрская компания, финансировавшая проект. Мы уверены, что офшор, на которой оформлена эта дача, контролируется и принадлежит Алишеру Усманову. Это взятка, которую лидер Единой России, который работал и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха. Но и это не все. У Медведева есть еще две резиденции. Первая на берегу Волги, в Плессе. Участок площадью 80 гектар. И обнесена она 6-метровым забором. На территории есть и частная пристань, и лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и даже исторические объекты, как, например, усадьба Миловка, построенная в 1775 году. Такая резиденция стоит не меньше 25 миллиардов рублей. У Медведева есть еще два дома на Рублевке. В поселке усадьба площадью почти 3000 квадратов, пруд, баня, расположенная на участке в 4 гектарах, поселке Знаменское. Подарил эту усадьбу Медведеву снова олигарх Алишер Усманов. Как это называется? Правильно, взятка. Еще один дом на Рублевке в поселке Маслова стоимостью 5 миллиардов рублей. И еще одна неофициальная усадьба обнаружена в Курской области, на родине предков Медведева. Здесь есть спортивная площадка, озеро, гараж и вертолетная площадка. Но и это не все. На хребте Псыхака рядом с Красной Поляной в Сочи находится резиденция площадью 4000 квадратных метров. Площадь самого участка 3,7 гектар. Стоимость резиденции оценивается в 7 миллиардов рублей. Кроме того, команда Навального установила, что связанная с Медведевым компания владеет элитным особняком графа Кушелева-Безбородка. В Санкт-Петербурге. Сейчас он переделан в жилой дом с квартирами. Журналисты заявили и о причастности Медведева к виноградникам в итальянской Тоскане. У приближенных Медведева есть и вилла 17 века с 30 комнатами. Весь итальянский участок в 100 гектар обошелся в 10 миллионов долларов. Кроме острова и резиденцию, Медведева есть квартира на 370 квадратов, земельный участок на 4700 квадратов. Как экс-президент Медведев живет в одной из четырех официальных президентских резиденций «Горки-9», которая является самой большой из всех резиденций главы государства. Площадью 80 гектар. Территория огорожена огромнейшим забором. А еще у него есть две яхты стоимостью 16 миллионов долларов. Самолет, два ретроавтомобиля и Mercedes-Benz, ML и BMW X5. Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее, чем большинство жуликов, которые записывают все на офшорные компании. Его схема основана на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В основном родственники и однокурсники. В российской власти уже все давно привыкли к хорошей жизни. И Медведев не исключение. Они все давно привыкли к коррупции. И Медведев тоже не исключение. Система прогнила настолько, что в то время, как вся страна бедует, и большая ее часть погрязла в нищете, они, те, кто стоит у руля в Кремле, обзаводятся очередной усадьбой или виллой, очередным авто или самолетом. И абсолютно не хотят все это терять. Именно поэтому вся эта элитная жизнь за счет обычных россиян, уж не сомневайтесь, которые они не хотят потерять, и позволяет им закрывать глаза на новые и новые войны. И будто под копирку снова и снова делать то, что скажет им Путин. Путин.